всем привет вы на канале арма тиви и сегодня у нас очередной набор надеюсь очень интересных новых модов для нашей любимой игры начнем мы по традиции с новенького острова он небольшой и тропический глянем сначала в редакторе как выглядит с видом от третьего лица потом обязательно побегаем потому что растительности здесь как вы видите много кроме того внутри леса мы наблюдаем дорогу и какие-то пирамиды насколько я понял это из апекса взято так выглядит неплохо но с вопресиком явно будут проблемы в джунглях поэтому понадобится мощная видеокарта даже для такого небольшого острова есть у нас с вами аэродромчик с ангаром все выглядит очень симпатично но к сожалению как и все тропические острова они ресурсоемкие возможно именно поэтому автор карту эту сделал очень небольшой по сути это два вот таких маленьких островка больше здесь ничего особенного нет но создать какую-нибудь небольшую миссию на основе этого модика можно тем более такого плана островов в армии не так чтобы много то есть полно у нас тропиков но как правило карты эти или среднего или большого размера соответственно для их работы нужны хорошие современные пока так-то это все будет очень красиво обожаю джунгли в армии но вот как только мы с вами будем заходить глубже в лес тем будет ниже fps интересно настроение зашли в лес у нас fps x сразу ниже 30 пора уже машину обновлять конечно если у вас какой-нибудь а и 5 12 поколения и видеокарта 4 поколения проблем у вас быть на этой карте не должно но если умело строить миссии то в общем то и на каких-то средних машинах здесь поиграть вполне возможно благодаря тому что остров как я уже сказал не велик по размеру так то все красиво выглядит можно конечно по изгаляться там по убирать тени поставить прорисовку метров на 500 давайте с вами это сделаем раз эксперимента ну что немножко помогло не так чтобы сильно но fps и ков 10 прибавила правда совсем без тени выглядит это очень странно но стало получше вполне себе играбельно я загрузил юнита в новой экипировки обзор на нее будет ребята в следующем выпуске так что ставьте лайки подписывайтесь на канал если хотите чтобы следующий выпуск вышел поскорее а сейчас мы с вами посмотрим два мода оружейных но от одного автора вышли они буквально вот на днях добавляют эти модики снайперские винтовки и м4а1 в разных вариациях вот столько у нас оружие повторяя это два разных мода на винтовки и на эмки но автор один по скриншотам мне очень понравилось как выглядит оружие давайте посмотрим внимательно все отлично детализация хорошая текстурки неплохие глядите какой интересно на балдашник у него на стволе ствол видите как сделаны идеально модик обратил свое внимание на скриншотах качеством и возможностью тут еще какие-то прицелы есть дополнительные не но это просто топчик ребята вот это уже топчик когда люди начинают заморачиваться настолько что не только делают качественно допустим оптику но и всякие фишечки типа изоленты которая держит защитную крышку я такие вещи очень люблю сразу говорю что это оружие пойдет в мою коллекцию весит она ребятушки немного правда для своей работы требует cба хотя что сейчас не требуется бар скажите мне самый популярный мод в армии прошлый раз похожий прицел мы с вами видели хотя там он был выполнен не так круто я спросил что это такое и мне вроде сказали что это лазерный дальномер я поначалу думал может это какой ночник но вроде как это лазерный дальномер что немножко странно я что думал что все таки сейчас уже какие-то крутые прицелы делаются встроенными дальномерами глядите здесь у нас пульт управления скорее всего там поправки на ветер на все это очень крутая и очень дорогая штукенция никаких обзоров не она подобные вещи пока не видел в руках естественно не держал и вряд ли когда-нибудь получится поэтому ничего точного подробного вам по этому прибору сказать к сожалению не могу здесь он как вы видите выполнен в нескольких раскрасках ну и как и винтовки скорее всего есть пустынный олива black в общем на любой вкус шикарная просто шикарная винтовка мы конечно с вами испытаем на сейчас посмотрим что здесь еще есть есть набор глушителей именно из этого мода стандартные какие-то не подходят глушители тоже выполнены в соответствии с цветом своим и есть у нас простенькие сошечки не стал автор тут заморачиваться смотрим наверняка здесь будет винтовка в оливии и в песке да вот так да ребята это лазерный дальномер не но это круто это наверное одна из самых крутых винтовок которые я видел за последние полгода насколько же это офигенно сделано до цели 100 метров выставляем целик 100 метров сожалению 300 это минимальная ну значит будем брать пониже думаю с такого расстояния промахнуться крайне тяжело смотрим анимацию перезарядки все сделано безупречно еще хочу кое-что проверить не знаю получится или нет там как я вам понял в нижнем правом углу это флажок предохранителя я не думаю что здесь реализована анимация предохранителя вот это ребята качество современной армы то есть но реферджи не уступает по моему шикарная вещь смотрим с вами эмки эмок в армия очень много и разных на любой вкус посмотрим как выполнены эти все маркировки все сделано не хватает только в эмках ремня вот пока что я не видел ни одного мода где эмки были бы именно с ремнями есть модик на калаши с ремнями нмг мод эмок мы пока с вами не наблюдали прицелы к этим штурмовым винтовкам тоже идут отдельные у нас вот мой любимый окок отличный оптический прицел ведь можно сделать под цвет винтовочки человек заморочился настолько что видите даже какие-то потертости сделал на за ленте или маркировочная лента хрен поймешь что это и ухты вот такого прицела я вообще не видел нигде какой-то обелиск ну-ка давайте-ка его испытаем с вами выглядит шикарно причем я смотрю обелиск какой-то навороченный тоже с пультика что у нас топ перезарядка до стандартная тут ничего особенного слабком мне нравится что в магазине реализованы гильзачки видите можно стрелять очередями и одиночкой точки по три м41 здесь нет отличная моделька оригинальный наверное даже уникальный для армии прицел которого я точно нигде не видела коков то навалом а вот такое это что-то совершенно новое кто знает что за прицел ребята напишите пожалуйста в комментариях у меня нет возможности по каждой экипировке лезть в интернет и искать это очень много времени все занимает смотрим у нас ай ай к тоже хороший прицельчик и его мы с вами тоже сейчас наверное испытаем ухты здесь и коллиматоры оптика шикарно просто дали легко переключается не но я вам могу сказать что это очень круто самое забавное что это оружие не занимает много места на жестком диске она что-то весит там около 200 мегабайт а если взять два мода то наверно там мегабайт 300 не но это круто глядите какие четкие текстурки модельки топовой топовое оружие ребятушки я уже думал тяжело меня чем-то удивить но вот после таких модов на некогда эталонный рхс начинаешь смотреть по-другому сожалению рхс устаревает и на экипировку и на оружие и на технику смотрим с вами винтовочки блин а прямо хочется добавить это в сборку использовать уже в своих миссиях вот это оружие мне единственно что смущает что она требует для своей работы цеба если от цеба получится этот модик отцепить тогда возможно я включу его в свою сборочку есть у нас подствольники причем какие-то современные вот если придираться вот резьбу немножко вот эта шерсть бана и надо резьбу сделали просто текстуркой могли бы сделать более рельефной но зато глядите все читается то что это прекрасно работает понятно кнопка save fire проверим с вами работают ли прицельные приспособлениям это важно вам переключаемся да ребята прицельные тоже работает это показатель класса мода не но это круто это очень круто ребятушки давно я не был в восторге от обычного казалось бы оружейного мода что у нас перезарядкой да нормальная перезарядка интересно сделано да этот мод ребята не стыдно включить какой-нибудь глобальный мод и не знаю типа там вт на рхс а смотрим дальше но здесь винтовки понятное дело что в трех основных расцветках есть у нас м4 а4 с интересным каким-то прикладом какая детализация ребята я офигеваю на фига нам реферж пока четвертую арму не сделали можно спокойно сидеть на третье видите каждый болтик прямо чуть-чуть может быть не хватает потертости каких-то коцак но в целом это выглядит конечно очень топово видите за 10 лет люди научились делать такие моды что не стыдно в какую-нибудь игру вставить современную типа колды какой-нибудь мы обязательно посмотрим еще и и оптику всю и скорее всего здесь есть глушителем вот это что за винтовка это у нас мк-11 но длина ствол и калибр как я понял 762 до 762 под другой калибр это уже более серьезное оружие давайте на него мы все и навесим смотрим какие еще прицелы есть вот этот немножко странный выглядит и в отличие от первого музыка на эти стволы спокойно идут и прицелы дефолтные или к от других модов поэтому мы сейчас поставим вот такой вот такой вот black максимально сейчас навороченную винтовку сделаем с вами под хороший крупный калибр что у нас да есть у нас сошки причем для этой винтовки аж в трех расцветках почему под оптику под снайперские болтовки сделали только одну непонятно и можно использовать сошки от других производителей как я говорю и у нас кто нифига себе у нас тут глушак ну тоже в трех вариантах есть коротенькие и стандартные тоже ребята 762 подходят но мне вот такой нравится вообще выглядит конечно очень мощно есть у нас даже дополнительное навесное оборудование правда и как вы видите пользоваться им нужно грамотным чтобы не получалось вот таких вот казусов есть фонарик и как я понял цу и подходят стандартные давайте рассмотрим поближе вот ребята у нас лазерный целеуказатель из мода мы сейчас возьмем максимально крупно и сравним его с дефолтной рвой получше явно получше и текстурки получше не сильно конечно но поинтереснее сделано все-таки в стандартном лазерном целеуказателе 13 года мыльца побольше окей нам это не надо мы сейчас с вами испытаем эту винтовку сколько там до этого товарища 200 метров один выстрел один труп не ну просто шикарно перезарядка здесь будет конечно же стандартная глядите как сделано классно выносная кнопка управлением прицелом особенно она хорошо видно во время перезарядки оба мода ребята стабильно уходят в мою коллекцию с подписью лучшие винтовки 3 моде который мы с вами посмотрим добавляет в арму автопогрузчик дав мне понравились скриншотики обычно я гражданские автомобили не рассматриваю потому что в каких-то миссиях компаниях они используются очень редко но в данном случае на скриншотах автомобилю выглядел круто причем он вроде как даже рабочий поэтому решила вместе с вами глянуть что из себя представляет этот аддончик как всегда с гражданским транспортом здесь есть некоторые проблемы по текстур com машина выглядит очень новая нет здесь грязи такой общение что она вот-вот вышла с конвейера и не проехал еще и десятка километров выглядит конечно очень круто но немножко по игрушечному я постоянно говорю об этом разработчиков подобных аддонов но они не внемлют приборная панель ребята на скриншотах она выглядела конечно получше то есть текстурка вроде как неплохая но проблема в том что она натянута на совершенно плоскую поверхность и это видно то есть эти кнопочки у нас это просто текстура сигарета прикуриватель тоже у нас текстура все у нас просто текстура она вроде как но она неплохо выглядит так сильно не бросается в глаза руль выполнен кстати очень хорошо вот руль мне нравится четкости текстуркам кнопок бы добавить было бы вообще топчик то есть модик неплохой хороший средний уровень главное что это все вроде как работает как вы видите куча всяких функций у нас если бы их еще и перевести конечно я могу это сделать но говорится не хочется могу но не хочу так что мы поверим автору который на своих скриншотах показал что можно перевозить с помощью этих тягачей другие автомобили ну давайте с вами попробуем да без проблем это все можно сделать я правда поставил автомобиль немного криво но это будет забавно да вот так как мы машину уронили которая стоит 50 тысяч долларов в общем машинка полностью рабочая выглядит моделька хорошая текстурки средненького качества в целом четыре с половиной балла из пяти этому модику можно без проблем дать а на этом ребятушки на сегодня все делайте армию они войну мирного неба над головой и пока пока и